Самбисты Махачкалы выявили сильнейших на первенстве города. Юношеские соревнования прошли в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В споре за победу сошлись порядка 70 любителей борьбы в куртке. Курбан Рагимов продолжит тему. Большой арсенал бросковых и болевых приемов. Применяют их как в стойке, так и в партере. Все это спортивная самба, отличная база для любого вида единоборств. Борьба в куртке привлекает юношей своей красотой и динамикой. Я уже второй год занимаюсь в самбо. До самбо занимался грепплингом и боями. Иногда совмещал. Остался в самбо, потому что очень понравился этот спорт. Здесь очень красивые броски. За счет всего этого мне этот спорт нравится очень сильно. Есть какая-то мечта в самбо? Моя мечта в самбо – это стать чемпионом мира. Этой мечтой живет каждый участник соревнований. Шесть клубов Махачкалы приехали команды из Каспийска. Медали оспаривают порядка 70 спортсменов. По словам руководителя региональной федерации самбо Руслана Раджабова, для юношей открытое первенство станет своего рода трамплином для участия в турнирах более высокого уровня. В основном результаты у нас ведут все по боевому самбо. Чемпионы России, чемпионы мира есть у нас всегда по 3-4 человека. По самбо как такого нет. Но мы будем стараться именно с этого юношеского возраста пропагандировать именно самбо, чтобы результаты были по самбо тоже. Здесь и с рукопашного боя, и представители ММА, все хотят попробовать себя самбо. Насколько успешно ему получилось? Довольно-таки неплохо. Принцип работы у всех такой же. В кимоно работают. Стараемся, чтобы больше молодежи работало и в кимоно, и именно в любительском виде спорта. На коврах спортшколы имени Абдулманапа Нурмагмедова сошлись как начинающие самбисты, так и те, кто уже смог заявить о себе на республиканском уровне. За схватками наблюдают опытные тренеры. Они уже знают, кто в ближайшее время сможет попасть на карандаш к наставникам сборной. Уровень ребят хороший, учитывая то, что это первенство, открытое первенство города Махачкалы. И ребята на нормальном уровне. Соревнования проводятся, чтобы развивать самбо республики Дагестан. А то у нас он все равно в тени от таких видов спорта, как вольная борьба, бокс, дзюдо. Хотя, если взять общий результат по России, у нас и чемпионы есть, и чемпионы мира есть по самбо. Победители первенства наградили медалями, грамотами и другими памятными призами. В ближайшее время организаторы планируют провести аналогичный турнир и по боевому самбо.